Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb. И сегодня мы поговорим, как легко и просто можно парсить HTML-код. Например, это можно делать, как я обычно делаю, борюсь с регуляторами. А кто не хочет бороться с регуляторами, у вас есть вообще изи вариант. Начиная с пятой версии PCP, в него встроен такой прекрасный класс, как DOM-документ, который позволяет нам легко и просто выдирать необходимую информацию из HTML-кода. Я подробнее сейчас на нём не буду останавливаться, так как есть небольшая настройка над ним. Называется она PCP-simple-as-tml-doc-parcer. У него есть небольшое превосходство. Превосходство в том, что он собран просто в одном файле. Да, там не очень большой функционал, но его зато легко закинут в любой проект и пользуются. Давайте рассмотрим лёгкий пример. Конечно, сначала надо нам сделать инкут. Конечно, все ссылочки, которые будут в этом видео не в уроке, я оставлю в описании. И данная настройка позволяет нам, как работать уже с готовым, например, HTML-кодом. А также ещё сразу делаете подливку из удалённых источников. Для примера возьму... Вот какой-нибудь код, например, там будет Ahref. И какой-нибудь картинкой МГ там, сайдистиком там, логом. Скрер, например, там, пусть будет там, лог.дпг. Теперь сразу мы посмотрим, что у нас появилось. Конечно, нам появится у нас неработающая картинка. Появилась картинка, которая с ней работает. Стоп override даёт нам, в принципе, этот настройка. А настройка нам даёт такое же лёгкое обращение с селекторами, как тот же зай. Например, мы можем взять... Find. Найти этот объект. Теперь вам, например, попробуем найти нам у нас ID.Logo. ID.Logo. К сожалению, именно так. Эта работа не будет. Ему обязательно второй параметр индекса, которого объект нам надо найти. Если мы этот параметр не указываем, то нам просто выдать весь массив этих объектов. Даже при том, что у нас в принципе может быть только один идентификатор, данная настройка это не учитывает. Нам просто будет выдан целый массив объектов. В этом массиве, конечно, будет только один объект. А чтобы нам сократить выдачу до одного объекта, нам нужно указать индекс. Ну, понятно, если индекса будет 0. Например, обернуть значение skr. Смотрим. Log.gpg. Также это всё дело можно погнать через цикл. Можно делать флоч. nmg. As. nmg. А здесь мы выведем хостом. nmg. Если. И легко. Увновить. Ну, опять же, log.gpg. Потому что у нас как бы одна картинка. Можно для зависимости с информацией указать на проявленную картинку. И ещё один большой плюс. В данной настройке, по сравнению со стандартным дом документом, он умеет работать и с невалитным текстом. Например, я здесь специально не закрыл скобку. Я сделал этот текст невалитным, чтобы неправильным. Обновляемся. И видим, что через цикл у нас появилось. Если мы хотим больше лучших функционалов, есть такая прекрасная вещь, как pspquery. Например, с нормальными селекторами, к которым мы привыкли к zquery. То есть именно вот такими длинными селекторами. Но если вам нужна мобильность и вам нравится, как механизм всё делает в одном файле, то данное расширение вам поможет. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Вы мне за это лайк поставьте, не забудьте подписаться на канал. И как всегда, всем чистого кода! Субтитры сделал DimaTorzok